ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По игре, если нужно, пару вопросов ожидали, что окажет такой сопротивление Лев? Мы знали, что у них хороший состав, и они все-таки хорошо играют. Немножко медленно начали, конечно, но потом мы проснулись и хорошо играли. Вы так с Володей Тарасенко вступились за Ковальчука в моменте, когда его подкосили. Это просто за главную звезду команды так вступились или как за товарища своего? За товарища. Я думаю, это у нас как-то такое, как правило. Я думаю, это все знают, что всегда надо за своих выступаться, даже если защитить нападающий без разницы. А вы не боялись, что там был куча событий с Дэна Хара, что мог он прописать? Ну, я думаю, там Тарасенко его хорошо держал, поэтому все было спокойно. Вы были уверены в Тарасенко? Он ровно половину роста Хара. Все равно, он очень сильный. Ну, понятно. А если можно, еще по игре. Последние игры, вот даже были свисты на трибунах, периодически болельщики свистели. Что вот происходит с атакой в команде? Вот сегодня много шайб забили, но до этого одна-две шайбы постоянно. Я думаю, это связано с новой системой. Все-таки у нас в голове надо, ну, мы должны все-таки выучить сначала. И немножко мысли об атаке, они как-то на второй план уходят. И я думаю, что мы уже сегодня более спокойны были, уже начали опять свои старые действия делать в атаке. Сегодня в первом периоде все-таки показалось, что тяжело игра шла. Ну, по крайней мере, по броскам там было солидное преимущество у Льва. Вот за счет чего удалось переломить? Это гол Непряева так повлиял или независимо от него команда? Не, на самом деле, да, голо-то повлияло. То есть мы сразу эмоции как-то стали. Мы, мне кажется, немножко без эмоций играли в первый период. Потом мы все-таки зашли в раздевалку и нам сказали, что ребята, последняя игра в этом году. Надо хорошо сыграть и для болельщиков особенно.